Хей! Всем тем, кто хочет научиться играть на гитаре, большущий привет! Меня зовут Раиль, и сегодня без всякого базара для начинающих я хочу показать, как быстро научиться играть на гитаре. И хочу сказать, чтобы вы заметили, процесс этот не такой уж и сложный. Начальный этап, я думаю, могут пройти любые желающие, любой это сможет на начальном этапе, просто зависит от времени, у кого сколько времени займет на развитие той или иной техники, пальцев, постановки и всего остального. Это все время. У кого-то может даже сразу получиться после просмотра этого видео. Итак, приступим. Больше не хочу ничего говорить. И прежде чем мы сейчас посмотрим этот инструмент, я хочу сказать, чтобы вы, попросить точнее, чтобы вы настроили свою гитару. Попросите это у вашего друга или знакомого, может кто-то умеет. Потому что игра на расстроенных струнах уводит вас вообще в другое русло. То есть ваш слух начинает в неправильном направлении развиваться, и это все вашему развитию мешает. Поэтому настроим гитару. А для этого у меня есть еще урок, как настраивать гитару. Я ее снимал. Надеюсь, она вам поможет. И после просмотра приступаем к изучению самой гитары. Итак, первым делом мы рассмотрим строение гитары. На экране вы можете увидеть картинку этого инструмента. Но я вам его тоже сейчас про него расскажу. Мысленно я... Не мысленно, а образно делю гитару на две части. Первая часть это вот эта. Вторая вот эта. Так, начнем с того, что рассмотрим эту часть. Вот здесь, друзья, вы видите порожки. Вот верхний порожек, вот нижний порожек. И вот эти разграничители ладов тоже называются порожками. Эти порожки делят наши лады. Вот первый лад, второй лад, третий лад, да? И именно между этими ладами мы зажимаем и воспроизводим ноты. Здесь у нас играются ноты, звуки, да? Играем. То есть зажимаем разные ноты. Здесь у нас находятся колки. Они держат струны, натягиваются. Далее. Это гриф. Целиком называется гриф. Вот. Дальше приступаем к этой части. В этой части у нас находится барабан. Этот кружок называется резетка. Попадая звук внутрь этого барабана, он усиляется. Я физику так хорошо не знаю. Звук усиляется. И получается то, что вы зажали здесь, мы извлекаем на этой стороне правой рукой. И звук извлеченный попадает внутрь барабана и усиляется. И звучит музыка. Вау. Да? Тут я сказал, нижний порожек, если нейлоновые струны, они цепляются различными узелками. Вот здесь вы можете увидеть. Это всё дека. Это обечайка. Но это всё нам сейчас уже и не нужно. Главное, возьмём в руки гитару. И приступим ко второму этапу, ну не этапу, ко второму шагу освоения гитары. Есть две позиции, то есть две постановки, в котором гитара располагается у вас или на правой ноге, или же между ног. Классическая постановка. Я же советую людям самим выбирать, какая постановка им больше всего подходит. Если классическая, то пожалуйста. Вам нужно раздвинуть пошире ноги, положить гитару между ног, чтобы она прижималась к вашему корпусу и тем самым так и располагалась. А кому это всё-таки неудобно, можете взять, положить на правую ногу гитару и также прижать к себе и начать освоение гитары. В общем, рассмотрим сначала правую руку. Правая рука у нас располагается на углу гитары вот здесь. Ну как сказать, тут у нас гитара-то она без углов, круглая. Но назовём вот эту сторону гитары углом. Сюда мы располагаем руку. Как вы видите, вот на самом углу располагаем. И рука не должна слишком низко или высоко располагаться от розетки. То есть не вот так и не вот так. Нужно, чтобы она прямо располагалась на розетке. Поставив руку на угол, у вас кисть должен немножко спадать. Вот таким образом. Да? Вот. Совсем неправильно, когда у вас гитара и рука располагаются вот таким образом. Вы когда на бицепс ваш ложитесь, и рука у вас лежит вот так. Это совсем неправильно, потому что мы и так извлекать звук не будем. Наши пальцы по струнам просто скользить будут. А нам нужно их щёлкать, дёргать, щипать. Поэтому постановка сверху должна быть вот такой. Поставили руку. В правой руке у нас как будто бы какой-то мячик мы держим. Или яблоко, или такой круглый предмет. И держа как бы круглый предмет, мы устанавливаем руку на струны. Далее. Далее. Большой палец. Кстати, вы сейчас здесь увидите обозначение пальцев на гитаре. Есть, так, как сказать, обозначение пальцев принято. Большой, которым называется, обозначается буквой Пи, указательной буквой Ай, средней буквой М, безымянной буквой Эй. И мизинец, который редко используется, но тоже будете знать, буквой Е обозначается. Но всего более используемых это вот эти четыре пальца. Пима. P-I-M-A. Пима. Легко запомнить. Пима. Запомните. И все. Далее. Смотрим. Большой палец у нас отвечает за басовые струны. А басовые струны у нас на гитаре сколько? Три. Всего шесть струн. Басовые три. Верхние струны это басовые. Вот эти три. Они басовые. И три нижние для мелодии. Большой палец, то есть, как я сказал, отвечает за басовые струны. И он извлекается таким образом. Мы параллельно, как бы даже, струне скользим от него вниз. И опираемся на ниже стоящую струну. Не просто вот так наверх щелкаем, а дергаем, но как бы опираемся на ниже стоящую струну. Попробуйте. Вот так вниз идет палец. Обязательно выучите эту басстановку. Она важна. С опорой играть намного увереннее у вас это будет получаться. Если наверх, неправильно. Как бы проскользили от струны и оперелись на ниже стоящую струну. С шестой на пятую. То есть, дальше на пятую пробуем сыграть. Тоже так же дергаем и палец опускается на ниже стоящую струну с опорой. Далее смотрим. Четвертая струна, если считать снизу, басовая, последняя. Извлекается уже... Можете извлекать тоже с опорой на третью струну. И если в этом случае только... Если третья струна не звучит у вас. На ней нет мелодий никаких. Вы можете на нее опереться. Но часто бывает то, что после четвертой струны обычно звучит третья. Ну, звучит на ней что-либо. И по такому случаю, именно вот только четвертую струну я предлагаю вам дергать наверх. Как вы хотели бы. А остальные уже с опорой на ниже стоящую струну. Вот пробуйте. Большой палец ходит вниз. Параллельно струне. Вот таким образом. Да. И когда дальше наш большой палец не играет, он обязательно должен стоять на струне басовой. А не летать вот здесь где-то, как у некоторых бывает. Вот так они ставят палец и играют внизу. Это неправильно. Он должен... Рука должна быть всегда в одной постановке. Чтобы на готове все было. А постановка у нас такая. Большой палец лежит на басовых струнах. На любом. Ну, желательно на шестом. Ну, например, мне так удобнее. Да. В руке у нас будто мячик. А указательный отвечает за третью струну. Средний за вторую. И безымянный за первую струну. Да. И вот в такой постановке они находятся. Даже если вы не играете, вот сели, обязательно рука должна тянуться к этой постановке. Это правильная постановка, и она должна всегда у вас соблюдаться. Друзья, а теперь давайте попробуем извлечь звук на нижних струнах. Как я вам уже сказал, указательный за третью струну, средний за вторую. Третий палец безымянный за первую струну отвечает. Вот поставили струны. На нижних струнах можно извлекать звук двумя приемами. То есть, не на нижних струнах, а вот этими тремя пальцами, четырьмя даже, можно извлекать звук двумя приемами. Он называется апаянды прием и тиранды. А апаянды это когда мы воспроизводим звук с опорой. Видите, у нас уже тут не мячик стоит, а пальцы более-менее выпрямляются. Пальцы фалангов не должны сгибаться. Ровно, прямо. Вы дергаете звук и останавливаете палец на вышестоящей струне, на второй. Если, например, вы сейчас воспроизводите звук на первой струне. И ваши пальцы похожи на то, что будто вы шагаете. Дергаете и опираетесь на вышестоящую струну. Попробуйте. Эта техника очень важна для быстрой скоростной игры. Ее более-менее, не более-менее, а больше используют в испанской технике игры, на испанской гитаре, в испанской музыке. Там потому что музыка такая страстная, быстрая. И там больше используют прием апаянды. Дальше самый распространенный прием – это тиранда. Когда мы просто делаем щипок, дергаем струну наверх. Поставили. Кончиком пальца. Даже можно немного касаясь ногтей, если они у вас есть. Дергаем. То есть кончиком. Не нужно целиком пальцы внутрь, там, внутрь розетки сувать, под струну прямо. А чуть-чуть кончиком дергаем. Кончиком пальца. Пробуем излечь звук. Для каждой струны своим пальцем. Дальше такой прием. Попробуем сыграть небольшой переборчик. Арпеджио. Первое ваше упражнение для правой руки. Дергаем бас, но правильно, как я вам говорил, с опорой на ниже стоящую струну. Дернули. Дальше третью, вторую дернули. Первую, вторую, третью струну. То есть вот. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Не нужно торопиться, возьмите медленный темп, но чтобы он у вас получался, как у меня, ровно. Отправная точка, бас, то есть. Первую долю даете. Вот так у вас должно получиться. Надеюсь, получается. Дальше. Пробуем извлечь эти три нижние струны вместе. Теперь попробуйте вот этими тремя пальцами поставить их, как я вам говорил. И извлечь все три струны вместе. Чуть-чуть поднапрягите пальцы, чтобы криво не извлекались в разнобой, не квакали, а все вместе звучали, все вместе. Тоже кончиком нужно дергать, вот взяли кончиком, оп-оп-оп. Пробуем темп вальса, второе упражнение для вас, также воспроизводим бас с опорой на ниже стоящую и дергаем два раза три нижние струны, раз, два, та-та. Первая доля как раз это бас, а три нижние легонько дергаем. Если у вас начнется получаться это все вот так ровно, получится ровно вот так извлечь, то вы молодцы! И вас уже поздравляю, вы свою правую руку уже поставили. Это уже одно дело мы с вами сделали, поздравляю. Правая рука теперь может извлекать звук. Вам нужно чаще играть арпеджио первое упражнение и темп вальса, чтобы вы уже могли играть правой рукой, несмотря на нее. А то потому, что вам если придется здесь извлекать, брать какие-то аккорды и ноты, вы будете отвлекаться на две руки. Чтобы такого не было, у вас на автомате должна играть с правой рукой, так не смотрите, все струны у вас под рукой. Уже вот в обычной постановке у вас уже под рукой четыре струны из шести, но это уже больше половины, и чувствуете струну, знайте вот, где какая пятная, где… Знаете, да? Все, отлично, отлично, просто. Смотрим дальше левую руку. Она, я думаю, важнее, чем правая, потому что на ней больше сложностей, скажем так, ну а на самом деле они равноправны, да. В общем, смотрите, как располагается большой палец. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон»